Спасибо Алисе Фейт за то, что она прочитала сегодняшний фрагмент. Может ли власть быть чем-то хорошим? Несколько недель назад у меня был разговор с человеком, который вырос при коммунистическом режиме. Я спросил его, как тебе жилось при той власти? Он ответил, никто не должен был высовываться. Если ты поднимал голову, бросая вызов, то терял ее. Жители Канады не могут сравнивать свою власть с коммунистами или талибанами, но мы склонны негативно смотреть на власть. Мы легко найдем примеры, как насчет канадского правительства и католической церкви, которые забирали детей коренных народов против их воли и помещали в интернаты. Обратите внимание на современные разговоры по поводу ношения масок и обязательной вакцинации. Это разговор с множеством точек зрения, которые также связаны с нашим пониманием власти, когда нам повиноваться правительству и медикам. Есть ли у церкви авторитет, чтобы призвать людей носить маски, придерживаться дистанции и вакцинироваться? Разговор на тему власти быстро становится личным. Все мы имели негативный опыт с властями, с властными родителями, с несправедливыми чиновниками, с абьюзивным боссом или чрезмерно требовательным учителем. В разные моменты своего пути я сталкивался со всем этим. А как насчет власти в наше время? Наше время напоминает мне 60-е. Это было одно из самых бурных и спорных десятилетий в истории мира. Мы видели рост напряжения из-за вопросов сексуальности, расовой сегрегации, прав женщин, экспериментов с наркотиками и музыки, хард-рок. Многое поменялось. Бумеры бунтовали против традиционных понятий власти и морали. В то время стала популярной фраза «Не доверяй никому старше 30-ти». Это было время протестов. 60 лет спустя мы снова оказались в подобной ситуации. Миллениалы поколения Z не доверяют старым институтам. Правительство и церковь стали подозреваемыми. Семьи стали еще хрупче. Мораль отбросили. Как и в 60-х, напряжение часто возникает на стыке поколений. Людей во власти часто считают угнетателями оппозиции и контроллерами слабых, насаждающими свою волю уязвимым слоям населениям. Для некоторых все институты и их лидеры являются злом. Лидеры не исполняют своих обещаний. Они сами несут бремя власти, как постыдный грех. Можно ли объективно говорить о власти в таком контексте? По сути, это кризис доверия. Он возбуждает неуверенность, отдаление и духовное отчаяние. Когда общество теряет веру в свои институты, нация падает. Когда христиане теряют веру в церковь, церковь падает. Когда супруги не доверяют друг другу или родители не доверяют детям, и наоборот, семьи рушатся. Когда нам некому доверять, мы впадаем в эмоциональный стресс. Наши мозги не готовы к такой неуверенности, и мы начинаем разрушать себя. Нужно ли нам это? Ведь власть — это не то, что мы можем избежать. Независимо от того, говорим мы о семье, церкви, правительстве или других институтах общества. Правильное понимание власти несет исцеление. Мы должны понять, где находится высшая власть. Поможет ли нам в этом свежий взгляд на Иисуса и на то, как Он использовал власть? Вот наши вопросы на сегодня. В Матвея 8 Иисус сошел с холма на северо-западе Галилейского моря. Он шел назад в Капернаум, когда встретил прокаженного, изгоя человека, которого считали проклятым. Но что сделал Иисус? Он протянул руку в сострадании и прикоснулся к нему, исцелил его. Иисус проявляет сострадание к неприкасаемым. За ним следует огромная толпа, но Иисус не такой, как все. У Него есть власть, чтобы учить трудным вещам и совершать трудные исцеления. Исцелить прокаженного — это то же самое, что воскресить мертвого. Когда он заходит в город, к нему подходит римский центурион. Кто этот центурион, который обращается за помощью? Капернаум был важным фортпостом для римлян. Центурионы были основными офицерами римской армии. Они были хребтом римских военных сил. Каждый центурион возглавлял сотню солдат, которые повиновались каждому их приказу. Этот центурион был старшим офицером в Капернауме. Его должны были хорошо знать в этом городе, где проживало полторы тысячи людей. Он обращается к Иисусу, потому что его слуга в отчаянном положении. В Евангелии от Луки говорится, что слуга был на грани смерти. Центурион высоко ценил этого слугу. Как сказано в Матвее 4,24, Иисус уже исцелял парализованных в Галилее. Центурион должен был слышать о власти Иисуса над этой болезнью. Из чувства сострадания к слуге он просит помощи у Иисуса. Вы замечали, что тому, кто любит страдающего, бывает так же тяжело, как и самому страдающему, точно так же, как больно тому, кто любит больного, и как больно тому, кто узнал, что у его близкого рак, точно так же, как и тому, кто любит человека с психическим расстройством или того, кто сталкивается с насилием. Любящий человек ощущает себя беспомощным. Так было и с Центурионом. Римский Центурион был подавлен, и поэтому пошел к Иисусу. Еврейских раввинов часто приглашали помолиться за больных. Но Центурион просит не просто о молитве. Он хочет исцеления. И как на это отвечает Иисус, «Я приду и исцелю его». Иисус готов. Он обещает прийти к нему домой и исцелить его. Это невероятные слова. Почему? Потому что все понимали, что если Иисус войдет в дом Центуриона, то осквернится, станет ритуально нечистым. Иисус лишь один раз вошел в дом язычника в Матвея, когда у него не было другого выбора. На суде его повели в штаб правителя в Иерусалиме. В этой истории римский Центурион знал еврейские традиции. Лука пишет, что у него были хорошие отношения с евреями. Он построил для них синагогу. Он знал, что будет нелогичным просить Иисуса, Иудея, прийти к нему домой. И что сказал римский Центурион? Он сказал, «Господи, я не достоин того, чтобы ты пришел ко мне». Расовый вопрос был в самом начале этого разговора. Но Иисус проявляет сострадание к исключенным. Иисус проявляет сострадание к исключенным. Иисус был готов пойти к нему домой. Но Центурион не верил в то, что Иисус придет к нему домой. И поэтому говорит, «Просто скажи слово Иисус». Иисус был поражен. Это единственный случай в Евангелии от Матвея, когда говорится о том, что Иисус удивился. В Марка 6, 6, когда Иисус был в своем родном городе Назарете, его удивило неверие еврейской общины. Здесь же его удивила вера римского Центуриона. Почему? Чтобы понять веру Центуриона, мы должны поговорить о власти. Мы должны понять нечто в системе римской армии. В римской империи вся власть принадлежала императору, а затем делегировалась его подчиненным. Центурион был под властью императора. Он получал приказы из Рима и отдавал приказы другим. Когда Центурион обращался к солдату, его слова обладали властью. И поэтому его приказом повиновались. Никто не спорил с ним. Слушай, Центурион, я себя не очень чувствую. Я не согласен с этим указом Рима. Я не вижу в нем смысла. Ничего подобного. Солдат, который не исполнял приказы, бросал вызов не Центуриону, а самому Риму. И свое понимание власти Центурион применяет к Иисусу. Он называет Иисуса Господом. Командир оккупационных сил Рима называет Иисуса члена покоренной расы Господом. Поразительно, что человек с величайшей властью в Капернауме проявляет невероятное уважение к Иисусу. Для него Иисус находится под Божьей властью, когда говорит «Иисус», говорит «Бог». Центурион не считал, что Иисусу нужны ритуалы, магия или какая-то еще помощь. Иисусу даже не нужно быть физически рядом, чтобы прикоснуться к Его слуге. Центурион говорит, что Иисусу нужно сказать лишь слово, всего лишь слово. Поддерживает ли Библия такой взгляд на Божью власть? В Писании власть — это законная сила Божья. Только Он обладает высшей властью. В Бытие один Бог имеет власть, чтобы создать Вселенную Словом. У Него есть власть, чтобы суверенно управлять Своим творением. Он может вмешиваться в историю людей. Он имеет власть над всеми другими силами. Бог обладает властью исцелять Словом. Псалом 106. Вера Центуриона похожа на веру Авраама. Авраам поверил, что Бог может оживить мертвое и назвать несуществующее существующим. Римлянам 4.17. Центурион верил, что Иисус может вернуть его слугу к жизни всего лишь Словом. Матфей показывает, что у Иисуса была уникальная власть. Нагорная проповедь — это некультурное, опциональное или ограниченное учение. Иисус говорит Слово Божье. Он говорит, что Его учение — основание для жизни, узкий путь к жизни. Иисус использует Свою власть, чтобы показать нам путь к жизни. В 8-9 главе Иисус проявляет власть, исцеляя Словом, изгоняя беса Словом, провозглашая прощение грехов, успокаивая ветер и волны Словом. Иисус воскрешает мертвого. Его чудеса говорят о власти Его учения. В Луке 10 Иисус отправляет 72 учеников провозглашать ту же радостную весть и исцелять больных. В Матфея 28, в конце Евангелия, Иисус говорит Своим ученикам, что вся власть на небе и на земле дана Ему. И с этой властью Он отправляет их на подготовку новых учеников из всех этнических групп. Мы должны понимать, что наша власть делится радостной вестью Иисуса. И молиться за больных исходит от того, кому принадлежит высшая власть самого Иисуса. Никто не может утверждать, что мы не можем делать того, что Иисус повелел нам. Вернемся к сегодняшнему фрагменту. Иисус отвечает на веру Центуриона следующими словами. Десятый стих. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, я в Израиле, не нашел я такой веры». Истинно говорю вам, Иисус делает невероятное заявление. Я просто в шоке. Величие веры Центуриона не ограничивается тем, что он верит в то, что Иисус может исцелить на расстоянии. Вопрос в том, насколько глубоко он понял секрет власти Иисуса. Он понял то, что не понял почти никто в Израиле, что Иисус — обещанный Мессия, избавитель, который несет власть Божью. И эту веру мы видим у римляна, который не изучал Ветхий Завет, чтобы лучше понять сущность Иисуса. Вера Центуриона проявляется и при распятии Иисуса, когда он говорит, «Этот действительно был Сыном Божьим». Как и вера Центуриона из 11 главы «Деяний», который наполнился Духом Святым, когда Петр провозглашал Евангелие Иисуса, это указывает нам на то, что будет дальше. Иисус использует эту возможность, чтобы рассказать нечто о Своем Царстве. В Евангелии от Матфея мы видим намеки на то, что люди со всего мира придут в Царство Иисуса. В генеалогии Иисуса мы видим трех женщин, которые не были еврейками. Фомарь, Рааф и Руфь. Первыми почтить Его рождение приходят мудрецы с Востока. В 4 главе Иисус начинает Своё служение в Галилее языческой. Люди приходят из Сирии других мест, чтобы выслушать Его. Но в Матфея 8 Иисус впервые провозглашает принятие неиудеев в Своё Царство. Иисус не только готов разрушить еврейские религиозные традиции и расовые преграды, но и пригласить этих неиудеев за Свой стол к себе домой. Иисус говорит Центуриону, «Ты думаешь, что Я не хочу прийти к тебе домой? Вот радостные новости. Ты будешь сидеть за Моим столом у Меня дома». Иисус использует Свою власть, чтобы посадить нас к себе за стол. О чём я говорю? 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исаком, Иаковом в Царстве Небесном». Говорю вам, он делает ударение на это заявление для Центуриона и всех слушателей. Мы видим образ пира последних времён, о котором говорили пророки и сам Иисус. В Матвея 22, 24, 25 этот пир исполнит все Божьи обетования Аврааму. Бытие 12, это образ Царства Небесного. Вот что говорил Исайя об этом пире. Исайя 25, 6 «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу, из тучных яств трапезу, из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Это Исаия 25. Исаия пророчествовал о пире для всех людей, но еврейская традиция сделала это собрание исключительно еврейским. Неевреи оказались вовне, преданные тьме. Иисус иначе смотрит на это. Он говорит, что многие придут с четырех сторон света и присоединятся к еврейским патриархам за столом. Они возлягут за столом. Это была привычная поза для употребления пищи. Люди ложились на низкие диваны или подушки. Иисус говорит, что многие неевреи будут за столом. Это обетование для центуриона и всех неевреев, слушавших Его. Верите ли вы в то, что сами окажетесь за этим столом? Если нет, то почему? А затем Иисус упрекает Израиль на нехватке веры. 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковым в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Это не самые приятные слова. О чем же говорил Иисус? «Сыны царства» — это семитский термин для Израиля. «Сыны» — это евреи, которые считают себя сыновьями Авраама. Они считают, что их предки Авраам, Исаак и Иаков будут сидеть во главе стола, а они сядут за столом с ними благодаря тому, что они иудеи. Благословения Авраама по праву принадлежат им. Некоторые верят, что ни один биологический потомок Авраама не может быть потерян. В словах и делах Иисуса мы видим кардинальный переворот в ожиданиях иудеев. Римский слуга не только получил исцеление. Иисус раскрывает тот факт, что множество неевреев будет частью Царства Небесного. Иисус принимает всех независимо от расы, и не только это. Многие евреи, которые считают, что им гарантировано место за столом, не будут там, если не пройдут через личные перемены. На самом деле они будут изгнаны в место, которое традиционно оставляют для неевреев. Место кромешной тьмы. Они думают, что их место на пире обеспечено, но они будут отброшены в место, где царит плач и скрежет зубов. Эти слова говорят нам о том, насколько ужасна эта сцена, это яркое описание ада, которое вновь и вновь проявляется в Матвее. Иисус имеет власть прощать грехи и спасать тех, кто следует за Ним, а также изгонять в ад тех, кто не боится Его, не следует за Ним. Это может испугать некоторых из нас. Я хочу объяснить вам, почему это важно. Наш мир жаждет справедливости, но только у Бога есть мудрость и характер, чтобы принести справедливость. Его суды — истины. Только Бог имеет власть над всем. Только Он может вершить справедливость. Он может объявить худшего грешника оправданным и судить самоправедного. Иисус обладает властью, чтобы изменить ожидания инсайдеров и свершить справедливость. Почему Он может сделать это? Только Он обладает властью, чтобы вершить справедливость. Если мы жаждем власти, которая будет вершить справедливость во всех сферах жизни, то мы будем полагаться на Иисуса. Здесь есть предупреждение для иудеев. Они не должны быть, как люди в Матвея 22. Их пригласили на пир, но они пренебрегли этим приглашением. Мы должны помнить, что наши предки и семейные истории не гарантируют нам места за столом. Мы не сядем за столом Иисуса благодаря вере наших отцов, матерей или супругов. Место за столом определяется нашей личной верой в Иисуса. Это такая вера, которую проявил римский центурион. Мы должны следовать примеру веры центуриона. А затем мы видим ответ Иисуса на веру центуриона. 13 стих. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. И когда мы сталкиваемся с кризисом доверия и власти в наше время, нужен ли нам Иисус? Это ключевой вопрос жизни. Готовы ли мы доверить Иисусу свою жизнь? Готовы ли мы доверить Ему нашу судьбу в вечности, наших близких, историю этого мира, наше исцеление? Возможно, вы все еще спрашиваете себя, зачем мне доверять Ему? Во-первых, Он добр. Он всегда добр. Он постоянен в любви, верен, справедлив, праведен, беспристрастен. Мы можем обратиться к Нему в нужде и знать, что Он услышит нас. Во-вторых, Он не просто слышит нас, но действует в любви. Все было сотворено им. Он обладает властью над природой. Все на земле находится под Его властью. Он пишет историю человечества. Он имеет власть над злом, смертью и сатаной. В-четвертых, Иисус обладает силой исцеления. Он может разрушить религиозные твердыни, расовые преграды и прикоснуться к неприкасаемым. Иисус может протянуть свою руку каждому и восстановить его. В-пятых, Иисус может посадить нас за Своим столом. Он может простить грехи и восстановить худшего грешника, который поверит в Него, а также убрать из Своего царства всех, кто полагается на Свои пути и Свою праведность. В-шестых, мы были созданы, чтобы жить под Его властью и доверять Ему. Мы отчаянно нуждаемся в Нем. Нам нужно чувство безопасности, чтобы процветать. Многие из нас постоянно ощущают угрозу. В наши дни нам самим приходится определять самые базовые вещи. Нашу личность, мораль, пол, цель и место. Создание себя стало важным источником тревоги, особенно в мире, где нашу ценность определяет то, что другие думают о нас. Это может измениться практически мгновенно в мире социальных сетей. В этом мире все переменчиво. Так может ли Иисус помочь нам? Да. Если у Иисуса есть высшая власть, то Он может привести нас к жизни. Если Он справедлив, то заслуживает нашего доверия. Если Иисус добр, мы должны бежать к Нему. Только Он может исцелить наши души. Мы можем отдыхать под Его властью. К сожалению, многие смотрят на власть Иисуса как на любую другую власть. Для них следование за Иисусом угрожает их комфортной жизни, их социальному статусу. Для кого-то Иисус является угрозой для самого основания их мировоззрения. Они считают, что сами должны быть в центре. Для них Иисус хорош, пока Он является личным советником, к которому можно обратиться при необходимости. Слишком часто мы смотрим на Иисуса как на личного наставника, который рядом, когда мы нуждаемся в Нем. Мало кто хочет, чтобы Он имел власть над нашей жизнью. Но остается главный вопрос. Готовы ли мы подчиниться власть Иисуса? Вот где находится жизнь, мир и исцеление. Иисус призывает нас поверить в Его добрую власть. Ему нужно доверять. У Него есть приглашение для нас сесть за Его стол. Но мы должны принять решение и отдать Ему свои жизни, следовать за Ним и повиноваться Ему. Есть лишь одно требование, чтобы получить место за Его столом, вера в Него и полное доверие. Приняли ли вы Его приглашение сесть за стол? Я хочу пригласить вас и помолиться с вами. Вы можете быть последователем Иисуса или просто хотите принять Его впервые. Я помолюсь за вас. А потом дам вам пару вопросов для размышлений. Это очень серьезные вопросы. Давайте помолимся вместе. Я хочу, чтобы вы это сделали со мной. Отче, мы благодарим Тебя, что можем жить под Твоей властью. Ты добр, постоянен в любви, верен, справедлив, праведен, всесилен и можешь творить справедливость. Господи, я молюсь за тех, кто следует за Тобой. мы с радостью отдаем свои жизни Тебе ежедневно. Помоги нам жить под Твоей властью. Направляй нас, веди нас, исцеляй нас, восстанавливай нас. Спасибо, Иисус, что Ты присутствуешь в наших жизнях Своим Духом и не оставишь нас. Господи, я молюсь за тех, кто никогда не отдавал свои жизни Тебе. Пусть они повторяют сейчас со мной эту молитву. Если это про Вас, то помолитесь со мной. Отче, я благодарю Тебя за любовь ко мне. Спасибо, что послал Иисуса, чтобы спасти меня. Спасибо, Иисус, что исцеляешь меня, восстанавливаешь, прощаешь грехи. Я отдаю свою жизнь Тебе, я отказываюсь от своих путей и говорю, Иисус, будь моим спасителем, Господом. Я хочу жить под Твоей властью, Господи, принеси исцеление, я нуждаюсь в Тебе, я отдаю свою жизнь Тебе, научи меня следовать за Тобой, Духом Твоим, пусть Твой Дух пребудет во мне. Я молюсь во имя Твое, Иисус. Если вы повторили эту молитву и приняли Иисуса в свою жизнь, я советую вам связаться с нами или поговорить с другом, который следует за Иисусом. Не идите сами. Иисусом. 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 Иисусом.